Жизнь дана на добрые дела, гласит народная мудрость. 17 февраля волонтёры Твери отметили Всемирный день спонтанного проявления доброты. К ним присоединились юные жители областной столицы и, конечно, наша съёмочная группа. Юноармейцы Мирослав и Микаил вдумчиво пишут на бумажках о том, какие добрые дела они хотят сделать для мира. На доску, как и многие другие, ребята наклеили свои обещания, которые непременно должны исполнить сами. Мы написали всё то, что было бы хорошо для природы, чтобы спасти весь мир и сделать всё хорошо для нас всех. С помощью природы мы живём, интересуемся. Мы ходим в поход, и там можно в речке покупаться. Чтобы это было всё хорошо, надо мусы убирать. Чтобы не убивать животных, спасать растения, чтобы могли жить все, купаться, ходить в лес, собирать грибы. Школьники и студенты, которые сегодня собрались в ДК «Металист», хотят делать полезные, добрые дела. Просто ещё не знают, как. Поэтому для них организаторы представили несколько интересных занятий. Особо привлёк юных волонтёров щенок Скубиду, представитель фонда защиты животных «Love Animals». Он один из тех, кому помогают резиденты фонда. Сейчас на попечении более ста животных, которых нужно кормить, гулять с ними и играть. Для нас это очень важно. Мы с детства рождаемся, любя животных. И мы хотим сохранить эти качества в детях по сей день. И чтобы они вырастали и понимали, что такое добро, что такое сострадание к животным. Пока они маленькие, ребята могут помогать животным вместе с родителями. А в будущем принимать участие во всех благотворительных проектах самостоятельно. Например, стать добровольцами поисково-спасательного отряда «Сова» и помогать в поиске пропавших людей. Ну а пока Елена Жуковская, старшей поисковой группы отряда, присутствует здесь для того, чтобы объяснить ребятам, как действовать, если ты сам потерялся. Не стоит бегать, не стоит паниковать, стоит сохранять спокойствие, оставаться на месте. Если у тебя есть с собой телефон, то позвоните родителям. Если у тебя нет с собой телефона, точнее, если у тебя есть телефон, но ты не знаешь номер родителей, либо не ловить сеть, вы можете позвонить в службу спасения 112. Или же обратиться к прохожим, но именно к прохожим, которые идут с ребенком. Либо если ты потерялся в парке, видишь, что человек работает в парке, там, не знаю, допустим, стоит за прилавком, за ларючком, обратиться к нему и сказать, что ты потерялся. Добрые дела можно совершать не только волонтерам и добровольцам, а любому человеку, не прикладывая особых усилий. Например, региональный оператор Тверспецавтохозяйства начал акцию по сбору пластмассовых крыжечек. Принести их на переработку несложно, зато отдача будет колоссальная. Суть этого проекта, во-первых, это экология, то есть мы на переработку отправляем в торсырье. И второе, это помощь детям-сиротам с проблемами со здоровьем. Для конкретного ребенка накапливаются средства, ему покупается какая-то реабилитационная техника. Принять участие в акции «Добрые крышечки» могут не только жители областной столицы, но еще и жители 26 муниципальных образований, где есть представительство регионального оператора.